Своё уникальное лицо вновь приобрёл дом, которому больше полутора веков. Изначально он был меньше, всего в три окна, потом достраивался. За свою историю это здание сменило массу владельцев. Принадлежало и священнику, и торговцу рыбой, и купцу мыловару. Во дворе даже располагалось производство кокосового мыла. Этот дом можно назвать жемчужиной архитектуры Старой Самары. В дереве воплотился стиль модерн в продольных наличниках на окнах и кронштейнах в виде лошадиных голов. С модерном соседствует барокко. Это искусная резьба, больше похожая на дворцовую лепнину. Последний штрих. Осталось прикрутить деревянные украшения на оконные наличники. Чтобы в точности воссоздать объёмную резьбу, молодые реставраторы трудились всё лето. Рисовали эскизы, затем воплощали идею в дереве. Всего пришлось сделать 10 элементов фантазийных растительных композиций из завитков и листьев. Если меня память не изменяет, это пока единственный дом в таком стиле. Мы работали не с фотографиями, а всё-таки с первоначальными сохранившимися элементами, которые были, конечно, в плохом состоянии, но и сохранились, разумеется, не все. Но фактически мы сделали, изготовили резьбу по имевшимся аналогам. Каждая деталь – кропотливая ручная работа. Самым сложным этапом было создание рельефа, делится Никита Грицевич. Миллиметр за миллиметром он вырезал причудливые узоры из плоской доски. Чтобы подчеркнуть волокна древесины и защитить красоту от ветра и дождя, резьбу в три слоя покрывали специальным маслом, настойным на мяте. Финишный слой – лак. Я понимал, что я делаю такую работу, которая очень важна для нашего города, потому что старые здания просто исчезают, и восстанавливать их, конечно, сейчас необходимо. Очень приятно видеть, что этот дом сохранился в достоверном историческом состоянии. Самарская барочная резьба должна минимум лет 10 удивлять прохожих. За лето на фестивале восстановления исторической среды в порядок привели и покрасили весь фасад дома на Галактионовской. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.